Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Каждый день мы стараемся рассказать вам о самых важных и ярких событиях в мире российского шоу-бизнеса. Но не всегда эти события приносят радость и удовольствие. Время от времени нам приходится делиться с вами новостями, которые омрачают нашу жизнь, новостями о потерях, которые невозможно восполнить. 2024 год принес с собой не только новые надежды и мечты, но и глубокую печаль. С начала года мы столкнулись с потерями, оставившими незаживающие раны в сердцах многих. Мы потеряли людей, чьи таланты и старания озаряли нашу жизнь, делали ее ярче и насыщеннее. Каждый раз, делая эти грустные анонсы, мы осознаем, что уходит не просто эпоха, уходят люди, которые своим творчеством формировали наше восприятие мира, воспитывали поколения. Их имена навсегда останутся в нашей памяти, как символы эпохи, как вехи в истории культуры. Сегодняшний день не стал исключением, и с тяжестью на сердце мы вынуждены поделиться с вами скорбной вестью. Сегодня вся страна прощается на Новодевичьем кладбище с легендой, от тяжелой болезни скончался российский и советский эстрадный певец, знаменитый баритон России, а с 1983 года признанный народный артист РСФСР Лев Лещенко. Военная выправка, потянутая фигура даже сегодня исполнитель не выглядел на свой возраст. Тем не менее, певец выступал на сцене более 55 лет. За этот период музыкант дал тысячи концертов, и записал сотни песен, которые исполнял сольные в дуэтах. Льва Лещенко, часто называют легендой отечественной эстрады, и это вполне соответствует действительности. За 55 лет, которые он выходил на сцену, он успел дать свыше 10 тысяч концертов, записать свыше 700 композиций, многие из которых стали хитами и ушли в народ. Певец прославился искренностью исполнения, его знаменитый баритон вызывал исключительно позитивные эмоции. В его песнях «Доброта и свет» их хочется слушать бесконечно. Лев Лещенко был не только эстрадным исполнителем, но и талантливым педагогом, автором стихов и продюсером. За долгие и плодотворные годы своего творчества он дал около 10 тысяч концертов и записал более 700 песен. Самыми известными из них являются День Победы и Прощай. Лев Лещенко начал свою карьеру в Большом театре сразу после школы. Экзамены в театральные вузы он провалил, поэтому трудился рабочим сцены в 1960 году. Тот период жизни был насыщенным, он пропадал в театре до поздней ночи. Днем работал, а вечером спешил на галерку, чтобы посмотреть спектакль. Актерская карьера Лещенко началась тоже в молодости, уже на втором курсе Гитиса высокого спортивного артиста, пригласили в театр опереты. Одна из первых его ролей «Грешник» в спектакле «Орфей» в аду состояла из двух слов «пустите погреться». Но творческая карьера в выбранном жанре у музыканта не сложилась. Тембр голоса Лещенко не позволял ему рассчитывать на главные партии, которые обычно предназначались для высоких мужских голосов. Но о театральной деятельности артист не забывал. В 1990 году Лев Валерьянович, будучи уже знаменитым артистом, основал театр-музыкальное агентство. Через два года его детище доросло до статуса государственного театра. Это эстрадный коллектив, который давал полную свободу творчеству музыканта и его коллег. На базе организации проводился ежегодный фестиваль военных песен крекшена, конкурсы патриотической песни и другие мероприятия. Музыкальная карьера Льва Лещенко была впечатляющей. У него был уникальный мягкий бархатистый голос с большим диапазоном, который с удовольствием слушали представители старшего поколения. С 1970 года Лев Лев Валерьянович работал солистом-вокалистом на Гостелерадио СССР и параллельно успешно участвовал в крупных песенных конкурсах. Особенной удачей стала победа на международном фестивале в Сапоте, где Лещенко исполнил песню «За того парня». Красивый голос и идеологически верный репертуар сделали его очень популярным исполнителем на советском ТВ и радио. Он стал регулярным участником концертов в Кремле и Останкино. Певец исполнял не только известные арии творения, признанных советских композиторов. Лещенко и сам создавал шлягеры. Его исполнение композиции «День Победы» на концерте в честь Дня милиции в 1975 году сделало песню знаменитой и навсегда вошло в число лучших песен о Великой Отечественной войне. Сам Лев Валерьянович считал это произведение своим принципиальным достижением. Лев Лещенко выступал как сольно, так и в дуэте с другими музыкантами и коллективами. В молодости его репертуар пополнялся песнями, записанными совместно с группой «Спектр». На песне года 81 музыканты представили шлягер «Родительский дом». В разные годы поклонники услышали такие песни, как «Гей», «Славяне», совместно с Владимиром Винокуром и «Эхо любви с Анной Герман». Эти дуэты стали знаковыми и полюбились зрителям по всей стране. В 1985 году появился первый музыкальный клип на песню Льва Валерьяновича «Старый трамвай». С тех пор музыкальные видео на композиции Лещенко стали регулярно транслироваться с 1990-х годов. Поклонники увидели ролики на песне там в дуэте с группой «Мегаполис» и «Ни к чему», исполненную совместно с «Ладой Дэнс». Эти видео стали важной частью его творческого наследия, демонстрируя не только его вокальный талант, но и способность к визуальному искусству. Помимо сцены, Лев Лещенко проявил себя как талантливый педагог, преподавал в Российской академии музыки имени Гнесиных. Среди его учеников такие популярные артисты эстрады, как Варвара, Катя Лели и Марина Хлебникова. Его вклад в развитие молодого поколения музыкантов огромен, и многие из них достигли значительных успехов благодаря его наставничеству. Также Лев Валерьянович занимал должность президента и художественного руководителя фестиваля «Русский бас», что подчеркивает его важную роль в культурной жизни страны. В феврале 2017 года Лещенко дал концерт в честь собственного 75-летнего юбилея в Государственном Кремлевском дворце. Концерт транслировался на Первом канале и стал настоящим событием для всех его поклонников. Вместе с юбиляром его золотые хиты исполнили такие звезды эстрады, как Владимир Винокур, Николай Басков и Филипп Киркоров. Этот вечер запомнился многим, как праздник музыки и таланта. В июне 2017 года Лев Валерьянович выступил в роли жюри на 10-м международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна». В конкурсе участвовали юные музыканты из 11 стран, и Лещенко как всегда продемонстрировал свой профессионализм и чуткость к молодым талантам. Артист шел в ногу со временем. У него был официальный сайт с музыкой и актуальным расписанием выступлений, а также страницы в социальных сетях, где он делился фото и свежими новостями. Лев Лещенко был всегда на связи со своими поклонниками, показывая, что музыка не знает границ, и всегда находит отклик в сердцах людей. В 2018 году Лев Валерьянович выпустил два новых альбома, «Моя последняя любовь» и «Создан для тебя». Он ежегодно радовал своих поклонников новыми синглами. При этом артист, заслуживший репутацию исполнителя патриотической песни, не боялся экспериментов. В 2021 году он удивил всех, исполнив песню «Спокойная ночь» группы «Кино» на шоу «Лэб». Коллаборация с «Сэр Мэйтс» открыла новые грани популярной композиции и заслужила восторженные отзывы даже от поклонников творчества Виктора Цоя. Лев Лещенко также снялся в кино и на телевидении. Впервые он появился в кино, в 1967 году, сыграв эпизодические роли в фильмах «Путь в Сатурн» и «София Перовская». В 1975 году его пригласили, на главную роль в картине «Ищу зарю». Он запомнился зрителям как ведущий и автор программ, выпустив множество телепередач и музыкальных фильмов. Среди его проектов выделяются картина, 1998 года, военно-полевой романс и телешоу «Старый млад». Он также снялся в сериале «Обреченная стать звездой» и комедии «Зайцев» «Жги». Одной из последних его киноработ стал эпизод в сериале «Домашний арест», где он появился в камео. В сентябре 2018 года Лещенко присоединился к команде телевизионного музыкального конкурса «Голос 60+. Вместе с Леонидом Агутиным, Пелагеей и Валерием Меладзе, он вошел в состав жюри проекта. Участниками телешоу стали бывшие учителя, инженеры, офицеры в отставке. Артист оставался неизменным членом жюри и на второй, и на третий сезоны. За свою творческую биографию Лещенко, записал несколько десятков пластинок и дисков, исполнил немало авторских песен. Многие шлягеры из репертуара артиста вошли в хрестоматии российской эстрады. На закрытии Олимпиады 80-многотысячный стадион Лужники подпевал Льву Валерьяновичу и Татьяне Анциферовой «До свидания, Москва, до свидания».